Привет! Как дела? Сегодня я расскажу еще об одном мероприятии в русском календаре лондонских событий Russian Ballet Icons, что в переводе означает Гала-концерт под названием Иконы Русского Балета На это мероприятие я попала практически сразу же, когда только приехала в Лондон в 2011 году Тогда я уже начала работать на московскую компанию Main People в качестве фоторепортера И после того, как отсняла уже первое событие 80-летия Михаила Горбачева в Royal Albert Hall Меня направили продолжать снимать репортажи русских событий в Лондоне И одним из таких мероприятий оказался Russian Ballet Icons Естественно, я получила аккредитацию, и когда я приехала туда, у меня было задание снимать сам концерт То есть звезд русского балета, а также гости, которые посетили это мероприятие Да, мы в длинных платьях приезжали на шикарных лимузинах Все это происходило в театре Колизей В перерыве между двумя частями концертной программы был фуршет В общем, это мероприятие для сливок русского общества, так скажем Не знаю, сколько стоит туда билет, но можно догадаться, что стоимость билетов там не дешевая Что это за гала-концерт? Это мероприятие проходит ежегодно На лондонской сцене собирается огромное количество российских, а также иностранных звезд балета Чтобы почтить память того или иного артиста балета Будь то Галина Уланова, Анна Павлова Один концерт был посвящен Вацлаву Нижинскому Другой Майе Блесецкой Так вот на сцене театра современные звезды русского балета Стараются воспроизвести лучшие номера этих икон балета Я всего была четыре раза на этом мероприятии После чего мне уже перестали давать аккредитации Но вот четыре года мне удалось посещать и фотографировать это мероприятие И что из этого вышло я вам сегодня покажу и расскажу В 2011 году мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения Галины Улановой И в этом концерте исполнялись в основном ее лучшие номера нашими современными артистами балета Такими как Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина, Евгения Образцова, Марат Шемеунов, Дарья Климентова И многие-многие другие звезды не только русского балета Но и английского и интернационального Если это можно так сказать То есть из других стран тоже артисты балета приезжали на этот гала-концерт Мне очень понравился и запомнился танец «Умирающего лебедя» в исполнении Светланы Захаровой До сих пор помню, как я с замиранием сердца снимала передвижение балериной на пуантах Это такое напряжение в течение трех минут практически Не имея возможности как-то переступить Вот так вот на пальчиках своих ступней Передвигаться практически в полной тишине Без какого-либо права на ошибку Зная, что на тебя смотрит тысячи глаз в темноте И только на тебя направлен прожектор И ты обязан выполнить И каждое движение руки, каждое движение ноги Даже трепет перышков на пачке Это было так проникновенно Благодаря зуму на моей камере, который меня всегда вручал Я смогла даже разглядеть мимику балерины Я смогла разглядеть трепет этого танца «Умирающего лебедя» Это просто не передать словами Вот смотрите, как это было «Умирающего лебедя» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кстати, со мной в ложе, нам для прессы выделили целую ложу, сидело много различных репортеров, фотографов, видеографов, и одна девушка, репортер, я уж не знаю, из какого она агентства была или из какого журнала, когда видела, что я снимаю не только танцоров, не только артистов балета, как они танцуют, но также пыталась привнести некие детали, например, пуанты или шапочку, как это у них называется, я не знаю, там, допустим, корону, балетную пачку, прям близко-близко пыталась придвинуть, а также игру теней артистов, в общем, ну, пыталась какое-то разнообразие внести в мою репортерскую деятельность, и девушка прямо удивилась. Я чувствую, что надо мной кто-то замер и смотрит, что я снимаю, и она говорит, это так прекрасно, что ты видишь ещё что-то другое, помимо самих артистов. Я говорю, ну, я пытаюсь как бы разнообразить свой визуальный ряд и привнести больше всяких деталей. Я всегда на детали делаю акценты, это, наверное, моя фишка. Но, как я уже рассказывала, конечно, для новостных источников новостные картинки должны быть более широкого плана, то есть сцена, со зрителями, как можно больше народу захватить надо. Но для себя лично я люблю снимать детальки. Также в перерывах между первой и второй частью мне приходилось фотографировать русских гостей, и, возможно, каких-то знаменитостей или звёзд, я многих не знаю, но кто желал сфотографироваться на стенде Russian Ballet Icons, я фотографировала. И вот как выглядят наши русские в Лондоне, вам показываю. После чего я попала на автопати, то есть был некий такой фуршет для звёзд этого балета и для высокопоставленных гостей, ну, там, по приглашениям. То есть сливки общества собирались уже рядом с Театром Колизеи в отеле, не помню его название, Ну, в общем, меня туда тоже пустили. Я фотографировала людей на стенде Russian Ballet Icons, пофотографировала там фуршет, как эти тарелочки стоят, с какими вилочками и так далее. Ну и потом, как я уже рассказывала, я как золушка побежала в метро, на последний поезд которого я опоздала, и вернулась уже домой в районе трёх часов ночи, так как на каких-то перекладных и пешком возвращалась ночью домой. Как я нарвалась на маньяка, обо всём об этом я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Слава богу, судьба уберегла меня от несчастного случая, и я благополучно добралась до дома. В 2012 году мировые звёзды балета вновь собрались на лондонской сцене, чтобы почтить память легендарной балерины Анны Павловой. Такие звёзды, как Ульяна Лопаткина, Марат Шемеунов, Сергей Полунин, Евгения Образцова, Светлана Захарова исполняли любимые партии Анны Павловой на сцене Театра Колизей. Такие, как Корсар, Ромео Джульетта, Жизель, Лебединое озеро и многие-многие другие. Просто нет слов передать, какого уровня и какого класса проходит вот этот вот гала-концерт. Просто такая большая сборная солянка лучших номеров мирового балета. Меня впечатлил и вдохновил первый танец второго акта. Я не помню, как он назывался, но суть его была в том, что балерина стоит на сцене в платье, точнее в юбке с валаном, наверное, 3 метра в каждую сторону диаметром. И оно всё так аккуратно разложено. И в конечном итоге она в него вот так вот по спиральке закручивалась. К сожалению, кадры, видеокадры у меня куда-то пропали. Единственное, что осталось из этого года в видеоряде, это мой ролик, который доступен на канале Lund Island. Но я сюда включу некий фрагмент из этого ролика, где можно посмотреть, какие звёзды балета участвовали в этом концерте. Все артисты, мои любимые, многих я узнавала уже на этих концертах. Но вот Евгения Образцова, допустим, я знала ещё по Мариинскому театру в Петербурге. А также у меня ещё был опыт с Мариинским театром в Лондоне, когда был сезон Мариинского театра в Royal Opera House. Об этом я тоже, наверное, буду рассказывать. Это был летний сезон, куда привозили пять русских балетов. Так как мне приходилось подписывать свои фотографии, кто из балерин, из какого состава принимал участие, я таким образом изучала имена артистов балета и очень много чего я познала благодаря вот таким вот фотосессиям русского балета в Лондоне. А ещё в 2012 году мне запомнился тот момент, когда все артисты вышли с цветами на поклон. Я бегом побежала на сцену. Я не помню как, через какой служебный вход я попала за кулисы, но после того, как закрылся главный занавес и гости из зала стали расходиться, на самой сцене проходила фотосессия. И я попала в эту фотосессию, и я сфотографировала абсолютно всех участников балета, которые участвовали в галоконцерте Russian Ballet Icons в 2012 году. Программа 2013 года была посвящена Вацлаву Нижинскому. Благодаря своим высоким прыжкам с невесомым зависанием в воздухе, сравнимым с полётом птицы, этот артист балета был признан гением чистого хореографического искусства. Нижинский исполнял партии таких балетов, как «Жизель», «Клеопатра», «Жар птица», «Призрак розы» и «Карнавал». Но главной и любимой его ролью была партия «Петрушки» из балета Стравинского, с которой он ассоциировал себя. Мастер танцевал с такими балеринами, как Анна Павлова, Матильда Ксишинская, Тамара Красавина, но он абсолютно не терялся на их фоне. Естественно, на этом концерте мне запомнились мужские партии балета «Петрушка». Очень интересная мужская партия, исполняющая соло в лучах софитов в кромешной тьме. Кроме того, мне очень запомнился костюм артиста балета мужчины, облепленный розами. Видимо, это как раз и была партия из балета «Призрак розы». И как вот это было, вам показываю. «Петрушка» А в 2014 году одну из моих фотографий опубликовали в газете «The Times». Это было мое первое достижение, первая публикация в британской прессе. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать вам о гала-концерте Russian Ballet Icons, который ежегодно проходит в Лондоне. Если вас интересует балет и вы находитесь в Лондоне, очень рекомендую посетить это мероприятие. Незабываемые впечатления вам гарантированы. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok